Юрий Михайлович, в декабре вы подписали контракт с Уралом. Как возникло это предложение и долго ли размышляли над ним? Ну, хотелось бы сказать, во-первых, спасибо за приглашение президенту клуба Григорию Викторовичу и главному тренеру Дмитрию Владимировичу за приглашение в футбольный клуб Урал. Ну, изначально мы общались, были всегда на связи с Дмитрием Владимировичем. Ну, и так в процессе всегда бесед. Он как бы был интерес ко мне, уже знаем друг друга по работе в Тосно. Ну, и озвучил свое такое ко мне интерес, как бы, чтобы работать вместе опять. Ну, я как бы был согласен на это предложение. Две недели прошло первого сбора. Что запомнилось за это время? Весь тренерский штаб, он действительно профессиональный. Мелочей здесь чувствуется, что не может быть. Все очень досконально, все очень разбирается, почитывается. И самое главное, что тренировочный процесс очень спланирован. Это самое главное, потому что все-таки именно на этом этапе нужно очень внимательно относиться, наверное, к нагрузкам, восстановлению и чтобы игроки были в хорошем состоянии, да, можно сказать. Конечно, на сборах отличного не будет состояния, будет усталость. Ну, я думаю, вот эти первые дни, когда мы начали работать, уже есть какой-то толчок, так, в плане функциональной готовности. Все вас знают, как жесткого защитника. А жесткий ли вы тренер? Ну, знаете, наверное, еще здесь надо будет время поработать. И потом, наверное, надо будет спросить у ребят. Ну, у меня всегда складываются отношения. Я стараюсь выстраивать и всегда на взаимопонимании. Игрок-тренер, да. Ну, если есть какие-то моменты, прежде всего это в игре, конечно, нужно требовать. И требовать именно те, которые задания он должен выполнять, игрок на футбольном поле. Так что здесь у меня, конечно, паники, может быть, такой не бывает именно как-то относиться к игроку панически. Но все-таки донести. Стараюсь донести до игрока, чтобы он действовал правильно. А сильно ли изменились эти требования сейчас в сравнении с тем, когда вы играли? Да, конечно, есть определенные изменения. Не только, наверное, в плане тактических, да. Именно если мы говорим сейчас о игроках обороны, да, то, конечно, наверное, есть. Ну, более, наверное, игроки стали играть в обороне, наверное, можно сказать, гибче. Особенно нету такой, ну, персональной опеки все-таки меньше. Раньше все-таки больше была игра, наверное, такого персонального характера, да. Сейчас все-таки больше играют в зонах, игроки обороны. Ну, а качества для защитника, они были всегда присущи, должны быть. Это прямо жесткость, неуступчивость, да, игра на опережение. Так что эти качества, они остались, наверное, и по сей день. Кто, на ваш взгляд, из защитников Урала похож по манере игры на вас? Как бы я смотрел, вот те игры, да, когда еще со стороны, можно так сказать, да. Ну, мне нравилось, как играет Араян. Все-таки у него есть действительно такая очень неуступчивая характер, и в характере видно у него. Ну, вот сейчас пригласили Николая Золотова, тоже достаточно парень неуступчив. Качества есть такие упорные, очень трудолюбив, и я думаю, здесь в этом плане он может еще прибавить. Ну, а остальные ребята, я думаю, мы с ними еще ближе познакомимся. Есть время, и будет все нормально. Кто для вас самый главный тренерский пример? Ну, на моем пути очень много было выдающихся тренеров. Ну, наверное, если начинать сам так по порядку можно, да, это, наверное, наш Игазаев, потом, наверное, Константин Иванович Бесков, это для меня, наверное, величина. Ну, и в дальнейшем это продолжение на Олег Иванович Романцев, с которым, наверное, уже это все были мои, кажется, заслуги, как карьера моя сложилась, как игрока. Ну, у каждого что-то были свои какие-то, да, интересные моменты. Ну, в целом, общая картина такая, наверное, она и складывается, да, когда ты что-то потихоньку у кого-то берешь. Ну, а уже на сегодняшний день то, что ты уже, наверное, это можешь как-то преподнести игрокам. Когда было время без такой работы, что ли, да, конечно, мы там так встречались. Мы есть ветераны Спартака, и там Олег Иванович всегда как бы он был с нами. Ну, вот последняя с ними там встреча, он всегда готов, всегда готов общаться, с чем-то помочь в какой-то беседе. И, я думаю, это немаловажный фактор, да, что можно позвонить и без проблем. Скоро предстоит переезд в Екатеринбург. Что первое приходит на ум, когда произносят это слово? Ну, знаете, я приезжал, меня приглашали на мероприятия, были турниры у вас в Манеже. Я как гость переезжал, там награждение было команд, ну, команды любителей там играли. Ну, так все это быстро как-то так получалось. Получалось, прилетел одним днем и быстро улетал. Ну, понятно, что, наверное, когда окунешься на более, так, ежедневно, да, наверное, какое-то будет представление. Ну, все равно, я думаю, это достаточно большой город, интересный. Я думаю, с удовольствием там будут, как говорится, проводить время. Есть ли у тренеров на сборах свободное время? Если есть, то как вы его проводите? Сложно здесь, наверное, так, как бы немножко себя переключить. Все-таки больше, наверное, конечно, есть именно сосредоточение, именно тренировочный процесс, да, анализ каких-то тренировок, особенно, когда на игр, на первом сборе их, кажется, чуть меньше, дальше будет больше игр. И времени как таково, только, наверное, на телефонные звонки, общение с семьей, это, наверное, самое такое, как говорится, в этот период, наверное, более-менее такое, да, свободное время. А так, постоянно какой-то анализ, постоянно какие-то мысли, наверное, и это потом нужно как-то доносить, общаться между нашим тренерским штабом. Предстоит сейчас несколько дней отдыха, вы отправитесь домой? Да, да, ну, у меня как бы уже так, да, я очень так, всегда стараюсь быть семьей и с удовольствием, как бы, здесь это время, три дня, стараемся проводить вместе, так что по приезду, там, две дочки, мы всегда стараемся, я говорю, как-то там выбраться, погулять, и в этом плане, наверное, небольшая разрядка такая нужна. В феврале всегда в нашей команде проходит традиционный теннисный турнир, вообще команды, знали ли вы об этом, и как вы относитесь к большому теннису? Не слышал еще пока, еще, наверное, информации нет, ну, теннис только как буду со стороны наблюдать, так большой теннис не рискую, чтобы не огорчить никого. Ну, там обычно участвуют все. Все, ну, если надо будет, конечно, постараемся как-то это, показать свой какой-то, что-то новое может получиться с удовольствием, да. Что самое крутое в работе тренера? Хочется добиваться, наверное, максимальных результатов с команды, да, и, наверное, ты понимаешь, что это непросто, и ты каждый день, когда работаешь, каждый день ты видишь, если команда или индивидуальный игрок какой-то делает прирост, да, какое-то есть повышение, это, я думаю, самое важное в тренерском работе. КОНЕЦ